Древние ремесла, рыцари, конные и пешие, лязг доспехов и рев публики. И все это в историческом месте. В Выборгском замке прошел фестиваль реконструкции эпохи Средневековья. Эта часть турнира «Сходка пеших рыцарей» называется «Бугурт». Воссоздана историческая достоверность. Средний по продолжительности бой на фестивале, как и в конце 15 века, длился не больше двух минут. Но для участников есть и специальные правила, и аккредитации судей, и очень жесткие допуски по вооружению в целом. То есть поэтому, ну конечно же, приходится уделять внимание. И вот у нас уже пошли бои. Для бойцов это действительно серьезное испытание. На них в этот момент где-то 25-30 килограмм железа. В общем-то им приходится атаковать и нападать, держаться в ногах, прикрывать своих друзей. В это время на другой площадке у Анинских укреплений сходились конные рыцари. Их всего шесть, но это одни из немногих, кто прошел обряд посвящения. На территории СНГ живут всего около 30 конных рыцарей. Половина из них петербуржцы и жители Ленинградской области. И без команды. И без команды. О нет, где уже одесский оказывается на земле. Вот так сэр Николя Деширон сразил своего противника. Впрочем, Мессир считает, что это было достаточно предсказуемо. Было в принципе в пределах нормы. Не самый сильный противник. Я просто сделал то, что умею, то, что думаю. И присутствуют люди, которых я тренировал. Я обязательно за ним буду. Николя Деширон, он же Дмитрий Петухов, руководитель межклубного военно-исторического объединения «Кавалерия», планирует установить рекорд Гиннеса по количеству конных сшибок на копьях. Сейчас у меня планы сломать, как можно больше копий, выпить, как можно больше людей сегодня. А завтра будет промотеть. Сейчас на рубеж, пожалуйста, Серхио и... Ну а пока на фестивале «Рыцарский замок» Николя Деширон одержал очередную победу. За три дня в Выборге побывали почти полтысячи бойцов, около 50 музыкантов, столько же ремесленников, и что для 15 века было совсем немыслимо, больше 5000 зрителей. Евгения Малышко, Константин Веревкин, Наталья Матиевская, последнее известие, Выборг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!